Сегодня в рубрике «Удачные ФОПы государства» побеждает сын Алексея Любченко, нового главы ДПС. Что известно об этом молодом человеке? Он очень успешный, это определенно. В 2018 году, 12 декабря, суд выносит решение о том, что он виновен по 130-й статье «К пьянка за рулем». И он это признает. Но наказание понести не может, поскольку на тот момент уже вышел срок давности рассмотрения. И так уходит безнаказанно. Был тогда пойман за рулем «Мерседес Бэнс». А еще немного ранее, в 2013 году, Андрей Любченко, сын главы ДПС нынешнего, получает квартиру, ориентировочную стоимость которой 220 тысяч долларов. На Печерске, трехкомнатная, 100 квадратных метров, конечно же, в новострое. Не стоит его сразу в чем-то уличать. Возможно, эта квартира досталась по государственной программе, доступная жильем молодым сыновьям. А еще он покупает совсем недавно Porsche Macan, стоимость которого в базовой комплектации около 75 тысяч долларов США. А где деньги на эту машину, можете сказать? Ну, я вообще-то работаю. У меня ФОП третьей группы. Я занимаюсь маркетингом в социальных сетях, Facebook, Instagram, реклама, Google и так далее. Вот и заработок есть. По-моему, если я не ошибаюсь, там та машина не так прям сильно дорого стояла. И плюс там была акционная цена. Если честно, это несколько месяцев назад было. Не помню. Так бывает. Вы же тоже можете забыть, откуда вы взяли там 70-75 тысяч долларов, правда? А? 95-го года рождения и сейчас ему 25 лет. А он уже на квартиру и машину потратил более 300 тысяч долларов. Примечательно, что папа забыл или не захотел указывать сына в своей ежегодной декларации. Ну, вот так тоже бывает. Забыл или не захотел, мы не знаем. Ой, вряд ли оно тебе скажет правду. Чем дальше, тем больше думай о том, что для того, чтобы быть удачным предпринимателем, нужно родиться в удачной семье. И тогда у тебя все будет хорошо. И тендера, и квартиры, и машины, деньги на которые ты даже не вспомнишь, где взял. Успешный маркетинг – залог успеха. Все быстренько учить СММ. А это точно тренд? Пиши в комментариях, что думаешь по поводу успешных фопов и насколько успешен ты.